всем привет столкнулся с такой проблемкой небольшой небольшая предыстория ранее я пользовался только одной картой которая была у сбербанка и которая была подвязана к android pay оплате бесконтактной все как бы работала нормально без всяких нареканий в общем как часы телефон не 6 обновлялся до версии 10 4 . 2.0 из даже с этой прошивкой и с этой безопасностью патчем все как бы работала вообще идеально вот решил я добавить другую карту и тут начались приключения эта карта другого банка во первых добавить не и пришлось без всяких особых проблем вот но проблемы начались потом после перезагрузки после какого-то небольшого периода там это может быть час это может быть сутки это может быть трое суток вот идет полный сброс то есть как бы карты не видит и получается черти что в общем начнем с того что вот это вот то что сейчас вы видите на экране это до перезагрузки то есть карты подвязаны оплата картой осуществлялась все как бы нормально работает по умолчанию карта стоит нового банка вот далее я делаю перезагрузку после перезагрузки у меня появляется вот это вуаля вот такая вот проблема добавить карты не разрешает разрешает только удалить либо одну либо другую далее пойдем по настройкам все настройки стандартные формы все перерыты и в этих настройках как вы можете видеть полностью все разрешения включены полностью настроен кошелек так как он должен быть настроены так как он в принципе был настроен точно так же как он работал с одной сберовской карты вот приложение сбера я и удалял и ставил снова ничего не помогает удалял полностью все остаточные файлы сберовского приложения тоже менялся сделал полный сброс своего устройства подвязывал обе эти карты в google pay через комп для бесконтактной оплаты ничего не помогает до сих пор мучаюсь с этой проблемой как ее устранить понятия не имею вот если кто-то знает и может помочь в данном устранении данного головняка напишите в комментариях сбросьте ссылку на статью которая может мне помочь вот потому что мучаться хуже надоело в принципе около недели уже пытаюсь это все перенастроить сделать ничего абсолютно не помогает обращение в банк тоже было и в один и в другой но они не видят никаких проблем то есть с их стороны все как бы нормально с моим телефоном я тоже уверен что все нормально ничего не падало все идеально работало до буквально вот этого эксперимента причем сберовская карта когда она закончится уже скоро то есть следующем году другими картами получается я пользоваться не смогу и еще я заметил одну такую особенность когда я удалил полностью приложение сберовская удалил android pay заново установил android pay сделал все разрешения сделал полностью все как положено для бесконтактной оплаты подвязать карту не сберовскую у меня не получилось не получилось потому что выдавала ошибку только после того как я подвязал сберовскую карту я смог подвязать другую карту я думаю что все корни растут из-за службы безопасности сбербанк которая на каком-то программном уровне скорее всего это патч безопасности какой-то который просто делает этот сброс который просто мешает работать другим банкам вот для чего это сделано понятное дело ребята хотят чтобы пользовались только их услугами вот а те которые не хотят пользоваться имел их услугами должны как бы мучаться я думаю только так вот какие ваши соображения оставляйте комментарии жду на помощь помощь в виде каких-то определенных вещей кто с таким сталкивался и кто это проходил и как это победить телефон у меня xiaomi mi6 на 128 6 гигов как бы работает нормально глобальная стабильная прошивка нет рот прав вообще не было то есть ну как бы нормальный телефон все спасибо всем пока в общем прошло несколько дней и как выяснилось не стоит паниковать лишний раз хотя пришлось понервничать данную проблему я у себя решил и для других обладателей счастливых обладателей xiaomi meizu всех остальных телефонов есть маленький лайфхак для того чтобы работала оплата android pay нужно даже приложением банков дать полный доступ то есть для создания иконок для для как камер для создания иконок всплывающих окон для всего когда я дал полное разрешение все у меня заработало как часы с двумя картами причем теперь мне дал возможность выбирать карту которая будет основной независимо от того какая была привязана ранее и теперь все работает нормально вот уже несколько дней пользуюсь оплата проходит и по той по той карте поэтому кому было интересно опускаемся в описании читаем самый последний экземпляр текстового документа о том как можно настроить с разными номерами телефонов там есть ответ на все ваши вопросы